аррафия возвышающий он возвышает небо и облака и тех кто уверовал познавший это имя аллаха ходит с высоко поднятой головой и ставит перед собой высокие цели дорогие друзья в этой серии видео уроков мы с вами вместе пишем имена всевышнего мы это делаем по некой по нескольким причинам мы изучаем имена всевышнего и параллельно мы учимся читать и писать по-арабски не изучая арабский алфавит то есть избегая ступени вот этой школьной детской ступени изучения рф алфавита мы ее как бы пропускаем и начинаем с практики эта методика очень удобная для взрослых занятых людей потому что сесть и начать изучать созов многим кажется очень долгим процессом поэтому они откладывают изучение языка в долгий ящик из года в год я знаю очень много людей мечтают научиться читать писать по-арабски но им кажется что этот процесс очень длительный у них нет времени поэтому они постоянно забывают о собственном же желании на из-за того что она им кажется сложным но я всегда говорю то что сложно уложено а то что просто ведет нас к росту и поэтому мы с вами пишем имена всевышнего параллельно мы видим каждую букву и у нас это знание накапливается в течение двадцати-тридцати уроков да когда мы пропишем двадцать-тридцать имен то мы уже все буквки просто на практике запомним вот такая простая система очень эффективная просто доверьтесь методисту и сейчас я вот призываю вас взять тетрадку ручку и попробовать пописать вместе со мной и так имя всевышнего рафио мы как всегда начинаем с первой буквы алфавита буква элиф самая простая да просто палочка которая стоит на строчке дальше идет буква ли м муколин у нас указывает на то что перед нами артикль элифлям эль эль это еще не слово это указание на определенность слова то есть как приставочка такая да а дальше идет уже само слово рафио рафио буква ра до звук ра такая красивая буковка ра опять у нас пошел алиф ра буква фа вот такая мы уже в прошлый раз с видели на прошлом уроке буква фа звук в рафио в конце слова идет звук необычный для русского языка звук а позначается буквой айн и сейчас мы поставим над буквой ра вот такую штучку это называется шадда шадда дает нам удвоение звука то есть но звук читается как бы два раза если в русском языке мы просто две буквы пишем одна за другой да то в арабском языке мы экономим пространство и удваиваем буквы с помощью шадды удвоение да а а а где же мы звук потеряли да у нас был эль потом рафио куда делся звук обозначаемый буквой лям на самом деле есть такое правило называется правило солнечных и лунных согласных да то есть это уже немножко выходит за рамочки алфавитов в артикле алиф лям если кто-то совсем начинающий то пока подождите если кто-то продолжающий это правило ему уже о чем-то говорит то снос очку посмотрите в приложении к этому видео в описании этого видео да посмотрите на снос очку там у меня есть урок рассказывающий о солнечных и лунных согласных да то есть это уже немножко выходит за рамочки алфавита подробно я там рассказываю что половина букв арабского алфавита вот тебе себя ведет таким образом при присоединении артикляна как бы удваивается да и вместо л мы слышим удвоенную первую букву слова да то есть мы пишем эль рафа а читаем арофя арофя послушайте как звучит буква ра ра да я часто вижу что такие слова пишут в транскрипции на русский язык пишут не ра а ра да то есть допустим ну известные слова допустим арахмэн 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 я вижу что иногда записывают по русски арахмэн арахмэн потому что почему это происходит потому что буква ра да слышите да то есть не ра не ра не открытый а а немножко такой сжатый как бы до ниже тоном ра но ра это не ра Слышите разницу? Ра-ра-ро. Поэтому все-таки это Ра. То есть там Ааа, но оно такое немножко более низкого тона идет. Вот так вот себя ведет буква Ра в словах. Поэтому никогда не пишите Ро. Это неправильно, это нехорошо. Я против этого. Ра-фя-а. Слышите? То есть тут не А, не русский А. А-а-а. Глубокий, как будто вам лор палочкой язык прижал и говорит скажите А. У вас получается такое А-а-а. Ра-фя-а. А после этого мы с вами каждую букву прописываем так, как она выглядит в алфавите. для того, чтобы привыкнуть к виду букв, да. Чтобы они нас не пугали, мы их прописываем. Вот они у нас. Буква Фа. Вот она с хвостом, с таким свободной формой. Буква Айн. Вот так выглядит. Элиф, Лем, Ро. Снова элиф, буква Фа и Айн. И постепенно ваш глаз привыкнет к каждой букве. Он начнет уже автоматом выделять. Ага, это Р, это Ф, это А. И так со временем у вас опыт накопится, и вы спокойно, без всякого стресса, начнете потихонечку читать слова. Вы их как бы начнете узнавать. Они становятся вам все ближе, ближе с каждым разом. Все роднее. Это уже входит в вашу жизнь. Именно потихонечку, постепенно. Да, гомеопатическими дозами. То есть я всегда ратую за то, что не нужно резких телодвижений, не нужно садиться и учить язык в течение трех часов в день, чтобы потом в следующий раз никогда книжку не открыть. Нужно, наоборот, потихонечку, по капельке, да, постепенно входить в язык по пять-десять минут, чтобы у вас было чувство удовольствия, удовлетворения от своего труда, да, чтобы у вас какой-то подъем был, радость, да. Вот вы прописали слово, порадуйтесь, да, вот вы увидите, что это ваша рука написала это слово самостоятельно. И я не знаю, сколько вам лет, может быть, вы всю жизнь думали, что это невозможно. И вдруг раз вы написали, вы поняли, что ну да, но есть какие-то моменты, которые вы понимаете, есть какие-то моменты, которые не понимаете. Но потихонечку, потихонечку вы это поймете. И самое главное, что вы вот этот вот барьер переступаете. То есть для меня, как для учителя, самое сложное, это уговорить людей сделать первый шаг. Когда человек делает первый шаг, то видит, что второй шаг уже проще, третий шаг еще проще. И так потихоньку, потихоньку наступает вот этот момент какого-то породнения с языком, да, то есть человек чувствует, что это уже не чужое. Это уже все ближе и ближе становится моим. И вспоминается даже какая-то генетическая память начинает работать. И потихоньку вы начинаете читать, писать. На это уходит буквально там неделя, пару недель, если вы это медленно делаете. Но через пару недель это все уже станет вам знакомым и родным. Рафа, рафа, возвышающий, возносящий, поднимающий вверх, превозносящий. Он возвышает того, кого пожелает, своей милостью. Он возвышает пророков. Он удерживает на высоте небо и облака. Кто осознает, что Аллах, принижающий и возвеличивающий, тот не будет полагаться на свои состояния, знания и поступки, понимая, что никто не возвышает и принижает, кроме Всевышнего. И как мы видим, предыдущее имя, Аль-Хофед, унижающий, сочетается с именем противоположного свойства. Ар-Рафа, возвышающий. Ар-Рафа, возвышающий. Ар-Рафа, возвышающий.